Я Оля, я мама Давида. Я ужасно боялась рожать и опасения, которые у меня были, в принципе, оправдались. У меня были проблемы с здоровьем ребенка, которые, слава богу, решились с помощью квалифицированных врачей, за что ему большое спасибо. То, что касается здоровья ребенка, я эти вопросы не хотела решать хаотично и решила еще во время беременности. Мы нашли педиатра, который в частном образе нас обслуживал. Этот же педиатр занимается вопросом здоровья, вопросом прививок и контролирует общее состояние здоровья ребенка. Я считаю, что, в принципе, прививки – это прекрасная вещь, это прекрасное изобретение. С ним надо обращаться аккуратно, осознанно и внимательно. Но это очень здорово, и мы лишились огромного количества страшных болезней. Я знаю практики не прививать детей и покупать липовые справки. Мне очень нравится эта ситуация. Во-первых, потому что, опять-таки, они подвергают опасности своего ребенка, это их личное решение, но они подвергают опасности детей, которые вокруг. Они влияют, в принципе, на показатели статистики и отслеживание болезней. То есть они мешают науке, они мешают медицине, они рискуют здоровьем других детей. То, что касается информации по прививкам, я получаю от своего педиатра, либо на сайте Комаровского читаю. Если меня не устраивает информация, которую я вижу, либо у меня возникают какие-то сомнения, я смотрю на сайте Министерства здравоохранения, либо читаю общую информацию по миру, как принято это делать в других странах. Я советую делать прививки, в какой-то степени даже настаиваю на этом, то, что касается родных и близких друзей. Если у них есть позиция отказа от прививок, я стараюсь максимально переговорить, обсудить этот вопрос и помочь им все-таки прийти к правильному решению прививок все-таки для ребенка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok